Время свободы Аналитики предсказывают опустошение складов военной бронетехники в России к 2026 году. Возможно ли замена Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от Демократической партии без проведения новых партийных праймерис? Так же сегодня. Возможно, это был просто пробный шаг. Ну, в принципе, у Лукашенко цель – это чтобы отменили санкции, чтобы его признавали, уважали, любили. Что получится сейчас, не знаю. Александр Лукашенко выпустил на свободу по амнистии и по помилованию 16 политических заключенных, что заставило его пойти на этот шаг. Новостью дня сегодня стал визит в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Напомню, что с 1 июля Венгрия председательствует в Европейском Союзе, а 2 июля Виктор Орбан посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и, по его собственным словам, предложил Зеленскому подумать о прекращении огня ради начала мирных переговоров с Россией. Свой приезд в Москву Орбан сопроводил фотографии с подписью, смысл которой в том, что он прибыл с миротворческой миссией и что Москва – вторая остановка в рамках этой миссии. Накануне визита в интервью венгерскому телевидению Виктор Орбан, который сейчас является единственным из европейских лидеров, общающихся напрямую с Кремлем, так объяснял поставленные им перед собой цели. Очевидно, что большие мирные переговоры будут вестись крупными странами. Но сегодня ситуация такова, что диалога нет. И без диалога очень трудно понять, как мы можем двигаться к миру. Я думаю, что Европа должна держать компас мира и человечности, гуманного умышления, гуманной внешней политики. И Европа, вероятно, может сделать больше для достижения мира. Мне не нужен мандат, потому что я никого не представляю. Я делаю только одно. Я еду туда, где существует угроза войны, которая имеет негативные последствия для Европы и Венгрии. И выясняю факты, задаю вопросы. Это был фрагмент интервью венгерскому телевидению премьера Венгрии Виктора Орбана. Орбан также сказал в этом интервью, что цитата из Брюсселя «трудно понять природу войны» и что мир наступит тогда, когда кто-то за это возьмется. В связи с поездкой Орбана в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с экстренным заявлением, в котором подчеркнул, что этот визит проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Россией и Венгрией и что Орбан не получал от Совета ЕС мандата на посещение Москвы. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в социальных сетях, цитата, «Умиротворение не остановит Путина, только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине». Конец. Цитаты. Заявления, касающиеся возможности переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Украине, звучат в последнее время практически каждый день. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил, в частности, что российские представители должны участвовать во втором раунде саммита мира, который предположительно пройдет в Саудовской Аравии, а уровень этого представительства, по словам Зеленского, может быть определен позже. Путин, который на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества в Астане подтвердил, что Россия не собирается останавливать войну ради мирных переговоров, потому что ее якобы обманывали раньше, так и тозвался о посредничестве в урегулировании конфликта в Украине. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них, мне представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы. И более того, даже не то, чтобы подписывать окончательные документы, а привести к подписанию даже окончательных документов. Здесь принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. Кто может дать полномочия посреднику такие, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию? Я просто считаю, что это маловероятно. Но посредничество, вот так как, например, господин Эрдоган это делал в ходе нашего переговорного процесса в Стамбуле, само по себе посредничество мы приветствуем. Это был Владимир Путин. Пока делаются все эти заявления, в Харьковской области и в Донбассе продолжаются тяжелые бои. Населенные пункты в Украине и в приграничных российских регионах подвергаются обстрелам, гибнут люди. После удара украинских беспилотников по нефтяным объектам в Ростовской области власти региона сообщили о борьбе с, цитата, «ландшафтными пожарами». А германский посол в Киеве Мартин Йегер сегодня заявил, что в Украину прибыла уже третья предоставленная Германии система ПВО «Патриот», позволяющая успешно бороться с российскими ракетными обстрелами. Но в уже упомянутом мной интервью Владимира Зеленского агентства «Блумберг» президент Украины пожаловался, что выделенная странами Запада военная помощь поступает слишком медленно. У нас стоят бригады без оружия, у нас стоят резервы, у нас стоят 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором уже говорили. Пакеты помощи должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно. Это был Владимир Зеленский. ОСАНТ-аналитики на основе спутниковых снимков зафиксировали сокращение запасов военной техники на складах по всей России. Напомню, что ОСАНТ – это разведывательная дисциплина, включающая в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации из общедоступных источников, а также ее анализ и систематизацию. Согласно сделанным аналитиками выводам, запасы современных танков и некоторых видов бронетехники Россия может исчерпать уже к 2026 году. Я пригласил в студию автора статьи на эту тему, опубликованной на сайте Русской службы Радио Свобода Марка Крутого. Марк, ваш материал называется «На пороге истощения. Как пустеют российские склады военной техники». Какие свидетельства того, что эти склады действительно пустеют, вам удалось собрать? Ну, не столько мне, сколько ОСАНТ-аналитикам и волонтерам, которые отслеживают эту ситуацию еще с самого начала войны. Главное средство в нашем распоряжении – это спутниковые снимки, поскольку большинство баз хранения находятся на открытой местности, и за количеством техники на них довольно легко следить по спутниковым снимкам. Но это накладывает, конечно, определенные ограничения, потому что большая часть техники хранится в закрытых ангарах или гаражах, и ее со спутника не видно. Опять же, со спутника невозможно понять, в каком состоянии эта техника. Если внешне можно увидеть, например, что у танка, который стоит в хранилище, нет башни или отсутствуют еще какие-то элементы, то понять, что с его техническим состоянием, с двигателем и другим оборудованием по спутникам и снимкам невозможно. Но если брать нижнюю границу, верхнюю границу, принять какие-то допуски, то можно вывести некое среднее число и наблюдать за тем, как эти склады опустошаются. Они опустошаются с лета 2022 года, когда окончательно стало понятно российскому командованию, что война надолго, минимум на несколько лет. И в этот момент, после ухода из Киевской области, особенно после ухода из Херсонской области, после украинского наступления в Харьковской области, эти склады стали опустошаться особенно активно. Поэтому мы стали видеть на фронте, на видео и на фотографиях, все больше фотографий старой техники. Еще год назад мы писали о том, что танки Т-55, вообще древние, везут на фронт в Украину. И это не единственный такой пример. Что касается вот этих Т-55, ну, это может быть потому, что их легче вернуть быстро в строй после хранения, поскольку там нет никакой электроники, чем, допустим, те же Т-80 или Т-72. Это два самых распространенных семейства танков в российской армии. Но Т-80 осталось сейчас на складах около 500 штук. И, как говорят исследователи и те, кто следит за этими базами, уже где-то к следующему году, к концу следующего года они могут вообще закончиться. Т-72 осталось, по последним данным, около 1200 штук. А некоторые другие образцы бронетехники скоро можно будет, наверное, видеть разве что в музее. Например, Маталыги, знаменитая российская армия, такая бронемашина, не предназначенная, в общем, для ведения штурмовых действий. Их осталось сейчас у России 20% от того, что было в 2021 году до войны. И не сильно лучше цифры и по другим наименованиям. Всего, вот если брать не танки, а другую бронированную технику, то сейчас у России примерно 60% от того, что было до войны. Но, опять же, никто не может точно сказать, сколько из этих 60% техники вообще в исправном состоянии и способные даже после ремонта выйти на линии боевого соприкосновения. Понятно, что чем дальше вы опустошаете свои склады, тем хуже состояние той техники, которая на них остается. Но все-таки опустошаются эти склады быстрее, чем Россия в состоянии пополнять их. Да, быстрее. Поэтому Россия и имеет в своем распоряжении все меньше и меньше танков, и, соответственно, все меньше их использует. Что тоже видно по видео с линии фронта, где сейчас можно увидеть, как российская армия штурмует украинские позиции на мотоциклах, квадроциклах и чуть ли не на велосипедах. Российская промышленность, если считать и производство новых танков, которые, ну, вообще десятками штук исчисляются, и, главное, ремонт после повреждений или ремонт после его долгого хранения советских танков может предоставлять армии, ну, около полутора тысяч танков в год, что существенно меньше, чем Россия теряет в Украине. Опять же, данные о потерях подсчитывают волонтеры, которые изучают видео, видео боевых действий. Эти данные все ведутся. И даже вот то число потерянных танков и другой бронетехники, которое таким образом удается подтвердить, оно, очевидно, меньше, чем реальное количество потерь, потому что не каждая потеря попадает на видео. В любом случае, даже вот если так считать, все равно российская промышленность военная не в состоянии полностью компенсировать эти потери. Ну, а танк сейчас в современной войне — это эффективное оружие? Потому что мне приходилось слышать мнение, что они очень уязвимы, и в данном случае использование, скажем, квадроциклов или мотоциклов, оно оправданно. Нет, танк, безусловно, очень эффективное оружие, и остается им, я думаю, останется им. Квадроциклы, мотоциклы, конечно, у них есть какие-то свои преимущества в бою, но они не предназначены для ведения штурмовых действий. Поэтому, когда мы их видим, речь, конечно, скорее всего, идет не о какой-то военной смекалке командиров, а просто о том, действительно, что нет бронетехники, чтобы доставить пехоту безопасно, насколько это можно, к позициям врага. Моим собеседником был журналист-расследователь русской службы радиосвобода Марк Крутов. Подкаст «Тейбл Ток» с Александром Геннисом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Тейбл Ток» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий – Иван Толстой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Верховный суд России вчера утвердил приговор общественному активисту Михаилу Кригеру, который приговорен к 7 годам колонии по обвинению в оправдании терроризма и в возбуждении ненависти к сотрудникам спецслужб России. Поводом для возбуждения дела против Кригера стали его публикации в социальных сетях. Он писал о взрыве в здании Архангельского УФСБ и о перестрелке около здания ФСБ на Лубянской площади в Москве зимой 2019 года. Михаил Кригер вину не признал. А адвокаты Евгении Беркович и Светланы Петричук, которых сейчас судят по статье об оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный сокол», сегодня подтвердили, что прокурор потребовал для обеих 6 лет колонии. Суд проходит в закрытом режиме. Вчера Евгения Беркович, когда ее выводили из зала судебных заседаний, на пальцах показала своим сторонникам цифру 6. И уже тогда появились слухи о том, что обвинение требует 6 лет колонии. Между тем, в Беларуси, как сообщают правозащитники, 3 июля на свободу были отпущены не менее 16 политических заключенных. Пока известно имя только одного из них. Это бывший председатель партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев. Правозащитники подчеркивают, что поддерживают информационную тишину для безопасности заключенных, поэтому пока не публикуют фамилии остальных освобожденных. 16 освобожденных политзаключенных – это, конечно же, капля в море для Беларуси, страны, где их более полутора тысяч. И все-таки что же заставило авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко пойти на этот шаг? Вот что об этом думает обозреватель белорусской службы радиосвобода Юрий Дракохруст. Это политический расчет тот или иной. Тут ключевой вопрос, он пока неизвестен, ответ на него – освобожден ли журналист, лидер польской общины Беларуси Анжей Пачок? Если он в этом списке, то тогда, в общем, этот шаг Лукашенко – это, в общем, шаг навстречу Польше под давлением Варшавы. Потому что Варшава угрожает перекрыть товарный транзит через границу Беларуси и Польши. Она требует прекращения мигрантских атак и освобождения Пачоку-то. Для Польши это очень значимо. Если Пачоку-то в этом списке нет, то это жест ради каких-то целей. Возможно, ради встречи с Гутеришем, генеральным секретарем ООН, которое состоялось в Астане. Возможно, это было условием этой встречи. Кстати, господин Гутериш говорил Лукашенко. Это вошло в официальные релизы насчет положения с полицзаключенными. Ну вот, возможно, был сделан жест. Их освободили очень немного, несколько человек из как минимум полутора тысячи. Такое Лукашенко раньше делал. В 1921 году было тоже освобождение 13 человек. Ну, возможно, решил прощупать почву. Возможно, это был просто пробный шар. Ну, в принципе, у Лукашенко цель – это чтобы отменили санкции, чтобы его, так сказать, признавали, уважали, любили. Ничего этого, в общем-то, не получилось тогда. Что получится сейчас, не знаю. Ну вот, я еще раз повторяю, что тут ключевой вопрос с освобождением Пачоку-то, о чем я пока, например, не знаю. Дело в том, что большая часть санкций введены за, скажем так, угрозы международной безопасности. Если говорить технологически, за захват самолета, за миграционный кризис, который начался в 1921 году, и за участие в войне, так или иначе. И поэтому, пока продолжается миграционный кризис, пока Беларусь так или иначе задействована в войне, то снятие большей части санкций просто невозможно, даже если Лукашенко освободит всех политзаключенных. Вот, поэтому тут вопрос такой достаточно сложный. Но, тем не менее, насколько я знаю, насколько знают эксперты, журналисты, какие-то разговоры идут в отношении конкретных персонажей идут. Но, в общем, это все ограничивается, рассказал. Мнение обозревателя Белорусской службы радио «Свобода» Юрия Дракохруста. Вы слушаете «Время свободы», и я теперь вновь вернусь к теме возможностей урегулирования конфликта в Украине, но уже в контексте президентской предвыборной гонки в Соединенных Штатах Америки. Республиканец Дональд Трамп, которому опросы общественного мнения сейчас просят победу, особенно после того, как он выиграл недавние теледебаты, неоднократно заявлял, что у него есть план якобы быстрого решения конфликта, который будет осуществлен, если он опять займет Белый дом. Многие политологи, кстати, сходятся во мнении, что Владимир Путин сейчас тянет время и стремится дождаться победы Трампа на выборах, чтобы добиться более выгодных для себя условий заключения мира в Украине. Вот что Путин сказал вчера в Астане по поводу предложений Трампа. Господин Трамп, как кандидат в президенты, заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине. Мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирает это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим. Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтение будущей администрации. Мы к этому готовы. Владимир Путин, судя по всему, лукавил, говоря, что не знаком с планом Трампа. Утечки, касающиеся этого плана, явно намеренные, регулярно появляются в средствах массовой информации. И трудно себе представить, что Путин не был с этими публикациями ознакомлен. Содержание этих публикаций обобщила корреспондент «Голоса Америки» Катерина Беседина. Отдать Путину часть украинских территорий и пообещать ему не принимать в НАТО Украину и Грузию – это якобы часть плана Дональда Трампа по разрешению войны в Украине, о котором написало издание «Политика». Быстрое разрешение двухлетнего украинского конфликта, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа относительно НАТО. В рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, предполагаемый кандидат от республиканской партии обдумывает сделку, в рамках которой НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности за счет Украины и Грузии, и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории Москва может оставить себе, сообщают два других эксперта по национальной безопасности, поддерживающих Трампа. В Москве ответили, что никаких переговоров с Трампом на эту тему не ведут, а Владимир Зеленский в интервью «Блумберг» призвал Трампа раскрыть свой план, если он знает, как завершить войну России против Украины, и подчеркнул, что потенциально готов встретиться с Трампом, чтобы выслушать предложения его команды. Это уже не первый мирный план республиканца, который публикуют западные медиа. Так, в июне агентство Reuters сообщало, что советники Трампа предоставили ему план, согласно которому Киев должен будет начать переговоры с Москвой, иначе лишиться военной поддержки Вашингтона. Мы скажем украинцам, вы должны сесть за стол переговоров, и если не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. А Путину скажут, у вас есть все, чтобы пойти на переговоры, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы победить на поле боя. А в апреле издание «Вашингтон-Пост» писало о плане Трампа, который предусматривал передачу Крыма и части Донбасса России. Украинский военный аналитик, полковник запаса Александр Саенко считает, что подобные перспективы разрешения конфликта могут навредить не только Украине, но и США. Представление Трампа о немедленном прекращении войны, вот таким принуждением Украины к переговорам, это только ухудшит ситуацию, и в том числе в Тихоокеанском регионе. Потому что это увидит и Китай, и Россия, что ультиматумами можно достигать свои геополитические цели. И в случае обострения ситуации в Тихом океане, Путин вновь начнет войну, чтобы растянуть силы и выдвигать свои ультиматумы. Российская армия за эти два года научилась воевать достаточно эффективно. И как бы там ни было, это одна из самых сильных армий мира, которой мы противостоим. На сегодняшний день ни одна европейская страна не имеет такого опыта войны, который есть у Украины и России. То есть им придется получать этот опыт уже в боях. И это будут огромные потери среди гражданских и среди военных. Поэтому политика умиротворения уже и сейчас, она неправильная. И приведет только к ухудшению геополитической ситуации, в том числе и для США. Сам Путин еще в июне заявил, что хочет не только то, что уже захватила российская армия, но даже те территории, что под контролем Украины, например, Херсон и Запорожье. Во время теледебатов Трамп заявил, что эти условия для него неприемлемы. Однако, как именно он планирует решать конфликт? В американском институте изучения войны считают, что заморозка конфликта по существующим на данный момент литиам фронта – большая ошибка. Замораживание нынешних линий фронта в Украине предоставит России оперативную и стратегически значимую украинскую территорию, с которой Россия сможет начать новую агрессию, имея опытных военных и обновленную оборонно-промышленную базу. Почти половина украинцев, а именно 47%, боится, что США могут начать мирные переговоры с Россией без участия Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Европейского совета по международным отношениям. Правда, у 49% таких опасений все же нет. Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Катерины Бесединой. Ну а среди демократов в США активно обсуждается возможность замены действующего президента Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах. Сам Байден, несмотря на провальное выступление на теледебатах, заявил, что не собирается прекращать борьбу за переизбрание главы американского государства. Главный аргумент его сторонников – Байден победил на праймерис демократов, и его замена просто невозможна, поскольку на новые праймерис уже нет времени, а без них нет и партийной номинации. Так ли это в действительности? Историко-правовую справку по этому вопросу подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов. Сегодня уже ясно, что президент Байден по собственной воле не сойдет с дистанции. Он сам заявил об этом. Но формально он еще не кандидат партии. За него должны проголосовать делегаты Национального съезда демократов, который состоится в августе. Существует ли возможность заменить его другим кандидатам на съезде? Некоторые комментаторы почему-то убеждены, что делегаты обязаны голосовать так, как голосовали избиратели на праймерис. А если у демократов появится новый кандидат, нужно проводить новые праймерис. Ни то, ни другое неверно. На самом деле в правилах демократической партии сказано, все делегаты должны с чистой совестью выразить чувства тех, кто избрал их. Мы знаем, что демократические праймерис проходили на безальтернативной основе. После дебатов чувства избирателей явно изменились. Что должны делать в такой ситуации делегаты с чистой совестью? По чистой совести организаторы съезда должны предоставить делегатам право выбора. Open Convention, съезд с открытым финалом, не такая уж редкость в Америке. В 1968 году президент Линдон Джонсон еще в марте объявил, что не будет переизбираться, и в борьбу вступил вице-президент Губерт Хемфри. Он не участвовал ни в каких праймерис. Его соперниками были сенаторы Юджин Маккарти и Роберт Кеннеди. В июне Кеннеди был убит. За две недели до съезда сенатор Джордж Макговерн объявил себя преемником Кеннеди. Он, естественно, тоже не участвовал в праймерис. Номинацию получил Хемфри, проигравший выборы Ричарду Никсону. В 1980 году соперником действующего президента Джимми Картера был сенатор Эдвард Кеннеди. Картер обеспечил себе большинство голосов делегатов в ходе праймерис, но Кеннеди отказался снять свою кандидатуру и довел борьбу до съезда, на котором проиграл Картеру. А Картер, в свою очередь, проиграл выборы Рональду Рейгану. Таким образом, не существует никаких формальных препятствий для открытого съезда. Опросы показывают, что большинство избирателей-демократов хотят замены Байдена. В 1968 году президент Джонса сказал, «Если я потерял Уолтера Кронкайта, я потерял Америку». Уолтер Кронкайт – самый влиятельный телеобозреватель того времени. Сегодня Джо Байден мог бы сказать, «Если я потерял Нью-Йорк Таймс, я потерял Америку». Он, конечно, может сгладить негативное впечатление от дебатов, но стать моложе и энергичнее – нет. Некоторые ссылаются на премьер-президента Гарри Трумэна, которому в 1948 году опросы и пресса дружно предсказывали сокрушительное поражение на выборах. Но Трумэн выиграл. Выиграл вопреки собственной партии, которая уже списала его со счетов. Выиграл благодаря колоссальным личным усилиям – рывку на последнем отрезке дистанции. Это явно не случай Байдена. Но что будет, если Байден получит номинацию, а позже все же придет к выводу, что не в состоянии еще четыре года работать президентом? Откуда возьмется новый кандидат? Его выберет Национальный комитет партии после консультации с лидерами демократов в Конгрессе и ассоциацией губернаторов-демократов. Никаких праймарис и никакого съезда для этого не потребуется. Историко-правовую справку по вопросу о возможности замены кандидата в президенты без проведения праймарис подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст нужно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня всё. До свидания.